Привет всем! Сегодня мы поговорим об удивительном эксперименте, который провел профессор Стэнфордского университета Филипп Зимбардо в 1969 году. Этот эксперимент не только раскрывает психологию общества, но и многое говорит о человеческом поведении. Итак, давайте углубимся в эту историю. Зимбардо оставил две одинаковые машины в разных районах, одну в Бронксе, в неблагополучном районе Нью-Йорка, и другую в Пало-Альто, в богатом районе Калифорнии. И уже через несколько часов машина в Бронксе была разграблена и уничтожена. А вот машина в Пало-Альто оставалась неповрежденной. Многие бы сказали, что причина кроется в бедности района, но эксперимент не закончился на этом. Через неделю, когда автомобиль в Пало-Альто все еще оставался целым, исследователи решили разбить в нем стекло. И все изменилось. Автомобиль быстро превратился в развалины, как и тот, что был в Бронксе. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше интересных историй из мира психологии. Почему разбитое окно в брошенной машине в тихом районе спровоцировало цепную реакцию преступлений? Дело не в бедности, а в человеческом поведении. Разбитое окно в брошенной машине создает ощущение безразличия и отсутствия правил. Каждое новое повреждение усиливает эту идею. Последующие эксперименты показали, что если не заменить разбитое стекло в здании, вскоре будут разбиты и все остальные. Если сообщество демонстрирует признаки упадка и никто не проявляет заботу, преступность не заставит себя ждать. Теория разбитых окон – это лишь гипотеза, но она помогает понять, почему общество деградирует и пропадает уважение к ценностям. Этот эксперимент в Зимбардо – прекрасный пример того, как мелкие изменения в окружающей среде могут иметь глобальные последствия для общественного порядка и человеческого поведения.